Дорогие друзья, меня зовут Павел, перед вами индийский флаг, значит мы отправляемся в Индию. Что нам нужно? Сперва мы должны получить визу, для этого нам нужно сделать booking отеля. Ссылка под видео, делайте, вот у нас он уже имеется. Далее покупаем авиабилет, ссылка тоже под видео, покупайте, у нас он есть. Далее, поэтому у нас появляется на руках виза, как ее оформить, смотрите в правом верхнем углу. Потом получается у вас такой документик, его нужно напечатать обязательно. Завтра мы будем в Индии и в индийском аэропорту я буду показывать вот эту электронную визу. Потом уже мне поставят штамп или что там, паспорт. Все, нас пустили, нам нужно валюту местную. Валюту местную заранее приобрести поможет приложение банка Тинькофф. И, соответственно, вам всего лишь нужно будет на эту валюту перенести вашу карту. С любого счета, вот у меня есть долларовый, евро счет. Давайте я покажу, как купить индийские рупии. Самый низ прокручиваем. Открыть новый продукт. В новом дизайне у них вот так все выглядит. Добавить валюту наверху. И здесь мы выбираем индийскую рупию. Добавить валюту. СМС-код. Ну, в принципе, я думаю, сейчас всплывающее сообщение. Да, автозаполнение произошло. Ну, счет успешно открыт. Готово. Итак, прокручиваем наверх. Индийская рупия обозначает слово как ИНР. И, в принципе, нам нужно теперь только пополнить. Ну, давайте возьмем да пополним. Мы можем взять несколько счетов. Давайте поставлю телефон вот так. Можно взять и пополнить любого счета, который у вас имеется. У меня другие рубии. Это баты тайские, евро. Вот мне хотелось бы воспользоваться долларами. Ну, так же я могу, в принципе, воспользоваться рублями. Сразу объясню. Если рубли, то, возможно, чуть-чуть побольше конвертация. Долларами поменьше. Так, обозначим тем, что мне нужно, например, на 300 баксов закупиться. Давайте все равно не меньше придется тратить. Даже на 400 давайте. Главное попасть сейчас. Вот столько у меня будет руб пасов. Хорошо. Даже давайте сделаем так. Мне же нужно четко снимать все. в банкоматах. А банкомат будет без комиссии мне давать. А почему? Потому что это карта Тинькофф. Все перевести, да? Отныне у меня на индийском счете 30 тысяч индийских руб пасов. Давайте обновим этот экран. Все классно. Теперь мне нужно привязать карту два варианта. Тарифные лимиты. Знаете, не здесь. Можно сделать другим образом. Карта, которую я часто пользуюсь, в данный момент она у меня к долгому счету привязана. Я беру и перетягиваю в раздел индийские рубии. Потом ставлю галочку. Все. Отныне, где бы я не расплачивался этой картой, списание будет один к одному с индийских рубий. Таким образом. Где же снимать эти индийские рубии в Индии без комиссии? Не каждый банкомат это даст сделать. Вот. Мы эту статью прочитали. И сказано. Ну, во-первых, сказано, что как и что сделать. Все это я вам показал. Если пойти в неправильный банкомат, то комиссия за снятие будет 100-200 руб пасов. Ну, в принципе, аналогично, что 100-200 рублей. Даже чуть-чуть поболее. Потому что 1 рупий это 0,91 рубля. Вот так. Правильно я склоняю или нет. И вы можете снимать без комиссии от 3000 рупий. Банки, которые не берут комиссию. Вот они перечислены. Сейчас и ссылка для того, чтобы карту заказать, будет под видео. Используйте ее. Вам будет 3 месяца бесплатного обслуживания. Как выглядят банки? Упомянутые банки СБИ это State Bank of India, Канара Банк, Банк of Baroda и Бои Банков Индия. Вот их банкоматы. Могут по-разному выглядеть, отличаться. Оформление. Но в целом стилистика, конечно же, соответствует. На этом типа как бы все. Появились у вас бабки. Сняли вы в этом банкомате все. Минимум 3000 рупий, как я сказал. Можете пользоваться. Можете даже пользоваться картой. Этой, привязанной к приложению Uber. А почему пользуются Uber? Давайте вам покажу. Сейчас переключимся на экран, который будет более-менее однотонным. Вот смотрите. Uber до нашей точки показывает Между городами 1364 рупии поездочка. А на премьере даже 1000, почти до 1600. Вот. В Uber мы сразу можем привязать карту. Даже я больше скажу. Карта уже у меня привязана. Вот. А если вы хотите иметь скидку на первую поездку, то ищите промокод в описании. Обязательно. Только вам нужно этот промокод внести в момент оплаты. У меня тут обновляется все. Оплата. В момент привязки карты даже, так скажем. Все это делается в настройках. Если я правильно понимаю. Нет, не в настройках. Валет. Да. И здесь, когда вы привязываете карту, вы можете добавить промокод. Вот сюда вводите этот промокод. Ну, ладно. Вы видели цену, да? Я могу сказать, почему она ниже. Смотрите. Я также наблюдаю за чатами в Телеграме. И говорят, что таксист хочет 1600. Дневной тариф 1500. Ночной 1600. Ну, вы же видели. У нас было ниже. Значит, Uber стоит пользоваться. Также вам скажу следующее. Что в Индии есть такое приложение под названием Ola. Но, тоже для поездок. Но Ola показала мне следующее. Что между городами оно не может определить тариф. Поэтому не могу воспользоваться. И если вам нужен будет поезд, то Indian Railways. Но это уже другая история. А сейчас еще расскажу вам следующее. О связи. Если вы прилетаете в Индию, вам прежде всего нужно, наверное, интернет. Как и любим другим людям современным. Так вот, Airtel это наиболее вероятный вариант, который вы найдете. И который будет проще всего использовать. Другим вариантом является не вот эта компания, не Edea, а Vodafone. Всем операторам нужны будут копии ваших документов, визы, а также справку об вашем адресе размещения. И только, насколько я знаю, Airtel позволяет вам, возможно, выдадут вам симку, если вы покажете booking вашего отеля. Который вот у нас где. Надеюсь, завтра все будет окей. Ну, вот эти статьи все прочитаны от корки до корки. Вам же желаю приятного отдыха. Приезжайте в Индию и следите за моим каналом. Там будет много путешествий по этой прекрасной, загадочной стране. Надеюсь, это было видео полезным. И спасибо за лайк, комментарий. Может быть, что-то есть добавить. Пока-пока.